День народного единства связан с событиями смутного времени, когда более 400 лет назад решалась судьба России. 4 ноября 1612 года народное ополчение во главе с Мининым и Пожарским освободило Москву от иностранных захватчиков. Этот день отмечался в России до 1917 года. 10 лет назад он был возрожден, с каждым годом его отмечают все больше россиян. К празднованию по традиции присоединился и наш Неницкий округ. В зале Дворца культуры прошел концерт, посвященный этому празднику. Но звездами главной сцены региона стали отнюдь не артисты и не творческие коллективы. Секрет раскроет Алена Валей, ей слово. Кремль растворил свои врата и самозванцы на престоле. Прошду предательства Майяр народ терпеть не может более. Объединить со всем, как встали. В далеком 1612 году народное ополчение смогло избавиться от гнета иностранных захватчиков. Тогда победить врагов помогло единство. Едины в этот праздничный вечер были все присутствующие в зале Дворца культуры. Ведь участниками праздника стали не только артисты, но и зрители концерта. В День народного единства стать не просто зрителем, а вложить свою лепту в праздничный концерт пожелали несколько сотен наринмарцев и гостей заполярной столицы. Со сцены звучали речи на разных языках нашей многонациональной страны. Но во всех говорилось о сплоченности. Дорогие земляки, с праздником вас! В нашем округе живут представители разных национальностей, но народ у нас один, российский. Представители диаспор и землячеств сменили те, кто не привык выходить на сцену. Пятый год подряд в регионе проходит благотворительный проект «Добрые песни о главном». В этом году увидеть руководителей организаций и ведомств в непривычном амплуа смогли все желающие. Каждый раз организаторы проекта сталкивались с тем, что билеты на выступления заканчивались задолго до концерта. Поэтому программу «Добрых песен», которые прошли накануне, повторили. В этом году проект «Добрые песни о главном» посвящен 70-й годовщине Победы, Великой Отечественной войне и Году ребенка в нашем регионе. Чита Свиридовых в проекте участвуют уже третий раз. Говорят, что найти время для репетиции в плотном рабочем графике тяжело, но это того стоит. Приятно. Приятно. И приятно, что зал такой вот он наполненный, и люди прямо, ты выходишь сразу такое добро, тепло и позитив. То есть ты выходишь, зал сразу тебя принимает. Это очень приятно. Не новичок в проекте «Добрые песни о главном» и председатель окружного собрания депутатов Анатолий Мяндин. Выбирал сам песню, причем не с первого раза. Хотел петь другую песню, но вот выбрал все-таки Михаила Ножкина песню «Последний бой» с фильмом «Освобождение». Затронула слова этой песни. И, на мой взгляд, она как раз гармонично вписалась в сценарий сегодняшнего концерта. Песни, прозвучавшие со сцены, в этот день давно стали олицетворением победы, которую советский народ сумел завоевать во многом благодаря единству и сплоченности.